Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, я почитал все ваши комментарии, и сегодня у нас в нашем зале славы парка Skytop Games появится два человека, которые оставили самый оригинальный комментарий, ну, который мне больше понравился, так что досмотри серию до конца. Да, в общем, в сегодняшней серии также мы с вами построим и выведем тот вид динозавра, который вы давно у меня уже все просите. Собственно, это будет первозавр. Ну, а перед началом нового ролика я бы, друзья, хотел бы вас познакомить с сообществом Prehistoric Kingdom ВКонтакте, которое поможет своевременно держать вас в курсе последних новостей проекта, отвечать на вопросы в комментариях или непосредственно в сообщениях сообщества. Имея связь с разработчиками проекта, вы сможете получить точный ответ на вопросы, касающиеся дальнейшего развития планов в игре. Собственно, все ссылочки на группу ВКонтакте Prehistoric Kingdom будут в описании. Обязательно вступай в нее, я уже там. И, кстати говоря, больше скажу, наши ролики также освещаются в этой группе ВКонтакте. Знаю, друзья, соскучились по нашему новому ролику. Давайте приступим. Давайте начну с того, что хочу сразу вам рассказать. Собственно, кстати, да, человек, который держит группу ВКонтакте Prehistoric Kingdom. Он мне открыл такой небольшой секретик. Ну, я, в принципе, догадывался, что можно открыть все три подвида Парацеротерия. Просто нужно почекать местность и произвести раскопки. Давайте я вам покажу. Я открыл все три вида. Так, где наш большой вольер? Лаборатория генетики. Так. Парацеротерий. Вот он. И, посмотрите, я открыл еще два дополнительных вида. Кстати, они очень различаются размерами. Ну, судя по силуэту человека, да. Вот этот подвид, который в переводе, по-моему, так и называется, Шараманский Парацеротерий. И вот такой подвид еще чуть больше баги. Ну, и самый, который у нас есть в парке. Это самый большой подвид. Да. В общем, короче говоря, я также бонусом сегодня хочу. Мне настолько после этого обновления 6 понравились данные существа Парацеротерия, что я выведу сейчас в вольер еще по одному семейству Шараманских и Багги. Собственно, давайте это сделаем и включимся. Итак, друзья, пока у нас инкубируются новые пары Церотерия, расскажу два слова про мамонтов. Я также полностью изучил все их три подвида. То есть, самый первый, который мы выводили, это вот такой степной, наверное, так правильно у него название. Я вывел еще два вот таких вида. Они также различаются внешним видом, окраской, шерстяным покровом и размером. Я сейчас также выведу по одному семейству данного подвида. Стоит это, конечно, очень огромных денег, но что делать? Так, подождите, если я сейчас потрачу миллион шестьсот на один подвид, у нас, в принципе, может не хватить на торбозавра. Давайте тогда выведем самочку, хотя бы самочку, вот такого маленького подвида мамонта. Давайте нажмем создавать. Ну и, собственно, сейчас еще два слова, буквально два слова о том, что произошло вообще в парке, что у нас по изменениям. Я расставил ящики для пожертвований практически рядом с каждой клеткой. Так, сейчас я их найду и покажу вам, чтобы наши туристы приносили, так сказать, донаты и пожертвования в парк. Ну и, конечно же, мы будем с помощью этого развиваться. Это принесет нам еще больше финансов, особо пока кто-то что-то не жертвует. Все настолько жадные, что приходят только посидеть в парке, поесть пончиков, бутербродов, гамбургеров. Вот такую кафешечку я разместил рядом с клетками мамонта и, по-моему, ДНА и акрокантазавров, да, между ними. Не знаю. Я бы, наверное, не смог бы здесь сидеть, поедать пончики. Мне бы было страшно. Ладно, мамонты, но акрокантазавры. Так, что еще по парку? Давайте пробегусь, по-быстренькому вам покажу. Так, спустился какой-то густой туман непонятный. Я разместил вот такие небольшие лобби для отдыха. Кемпинги. Как их можно назвать, я не знаю. Пишите в комментариях. Собственно, по-моему, у туристов, у людей пока что в данной игре нет такой функции, чтобы они приходили, садились. Но было бы классно. Я надеюсь, что разработчики это все исправят, поправят и будет, конечно же, уже более оживленно как-то это все выглядеть. Да. Так, ну что же. Давайте ждем инкубации. Выводим семейство других подвидов парацеротерий, мамонтов и приступаем к тропосавру. А ты пока поставь пальчик вверх. Убираем новый подвид парацеротерия. Я не помню. Вот этот вид, по-моему, самый большой из них. Да, кстати, ростом он отличается. Даже скажу по возрасту. В принципе, вот это уже взрослая особь первого подвида. А вот это всего лишь молодая особь. Сколько он будет в длину. То есть, допустим, у нас первый подвид дотягивается до первой плошки корма. Вот такой подставки с кормом. А второй вид будет дотягиваться до второй. Я в этом уверен. Так. Выпускаем второе животное. Да, я сделал самку и самца. Возможно, в дальнейшем будет размножение. О, посмотрите. Это маленькая пони. Да ладно, серьезно. О, боже, малыш, какие они милые. Надеюсь, надеюсь, что эти подвиды будут очень хорошо уживаться между собой. Я бы, кстати, даже больше бы сделал этих видов животных. Я настолько влюбился в них после шестого обновления. Да, можно, в принципе, будет вывести побольше в следующий раз. Так, у нас закончился корм. Давайте пополним запасы. Какие они няшные. Так, ну и давайте выведем подвид мамонта. Самый маленький подвид, который будет в нашем парке. Маленький мамонтенок. Так, благополучие. В принципе, у них единственное, что здесь происходит в вольерах, это заканчивается постоянно корм. Жуки навозные, в принципе, справляются со своей поставленной задачей. Чистить клетки я не чищу. Ну, а все остальное, то есть, полностью жизнеобеспечение хорошее я им сделал. Вольеры соответствуют размеру, биомы и все прочее также есть. Так, ну что же, давайте приступим к тому, к чему мы шли очень-очень с вами давно. Я уже, кстати, нашего торбозавра, простите, торбозавр. Я, наверное, с самого начала серии говорил все время торбозавр. Торбозавр, посмотрите. На этого могучего хищника машина для убийства. Конечно же, я сразу вывел самца. Байрон. Хорошая кличка, Байрон. Самец, кстати, намного меньше самочки. Обратите внимание. Это самка, это самец. Видите, ну тут буквально, наверное, где-то... Я даже не знаю, метр. Метр всего лишь. В высоту, метр в длину различия между самки и самцом. Итак, в принципе... Так, подождите. Только хотел сказать, я уже готов приступить к постройке нового вольера для торбозавра. У нас какие-то проблемы. Надо посмотреть, что у нас с наполняемостью кормушек. Такс, 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 подождите. Мясо, мясо, рыба, фрукты, растительная пища. А какие проблемы у нас? У кого? У кого проблемы? У целофизисов? Стоять. Как малыш целофизис попал, блин, к пситакозаврам? Ну, видимо, баг. Ну ладно, от багов, я надеюсь, мы с вами избавимся в будущем в этой игре. В принципе, игрушка развивается. Достаточно даже очень хорошо. А я и думаю, почему, блин, блин, кормушки пситака накормлены, наполнены, простите. Там целофизис ходит голодный. Малыш, ты как туда, блин, попал? Так, проблемы с людьми полностью исчезли. Меня это радует. Я, кстати, еще, посмотрите, пока, ну, не показывал вам, да, Изучил еще вот такие стойки, средние стойки для донатов. И, в принципе, люди несут пожертвования парку. Это классно. Четыре звезды рейтинг. Невероятно. 1100 человек в парке. Хотя у нас было больше 1200. И помните, да, я вам говорил. Такс, ну что ж, давайте приступать к строительству. Наверное, к строительству клетки могучего и сильного торбозавра. Такс, современный металлический забор 4 метра. Естественно. Естественно, он нам нужен. Я почитал 12 тысяч квадратных метров. Это примерно, знаете, как клетка, по-моему, мамонтов. Короче говоря, сейчас посмотрим. И я хочу разместить данный вольер прямо вот здесь, где у нас зона отдыха. И, кстати, поближе к двум входам нашего парка. Так, 12 тысяч квадратов. Это немало, скажу я вам. Так. Давайте сейчас вот так сделаем, наверное. Деревья под снос. Деревья нам не нужны здесь абсолютно. Я думаю, примерно вот так сделаем и посмотрим. 15 тысяч квадратов. Мы даже увеличили клетку намного... Ну, чуть-чуть больше, на 1% буквально. Да, на 2%. Это классно. На 3%. Короче говоря... Так, что я хотел. Дорога проведена. Думаю, что надо будет еще провести одну дорогу вот отсюда. Чтобы люди такие шли и такие... Опа! А что там? Непонятно. Там что-то страшное, могучее и сильное. Ну, блин, опять целлофизисы. Посмотрите, целлофизисы, вы видите, убегают у меня из клетки. Как это, блин? Ну, как это работает? Вроде бы я только, блин, обрадовался тому, что... Они больше не убегают после обновления. Нет, они все-таки, блин, маленькие проворные существа. Как с ними бороться, я не знаю. Пишите в комментариях. Так. Может им построить еще какой-то отдельный валир? Давайте проведем еще здесь дорогу. Впритык к клеткам, наверное, я не буду. Потом увидите, что я сделаю. Я, наверное, размещу такую площадку здесь. Для того, чтобы туристы подходили и смотрели. Вот, смотрите. Давайте гравийную вот такую дорожку разместим. Я думаю, это так будет даже как-то интереснее смотреться. Такая мини-площадка. Мини-площадка. Так, надеюсь, это у нас пойдет под... Ага. Под первую дорогу. Хорошо. Блин, граница дороги у нас уходит в клетку. Мне вот это вот абсолютно не нравится. Сейчас я удалю вот эту часть. Отлично. Вот. То есть, такая мини-площадочка. Люди будут подходить здесь и смотреть на нового динозавра, которого сейчас я выведу. Робозавра. Гнездо навозного жука сразу же я раскидаю на огромную площадь. Давайте примем. Вот так. Пока вот так оставим. Информационные таблички сразу расставим. Так, я не помню, где они. Они у нас, по-моему... Так, стоять. Стоять. Сооружения для посетителей. Вот они у нас. Достопримечательности. А какая информационная табличка лучше? Что по диапазону захвата? Вообще не вижу разницы. Можно, в принципе, вот такой модуль, большую площадку поставить здесь для смотра торбозавра. Почему бы нет, да? Давайте поставим. Отлично. Ну и, в принципе, можно разместить вот так здесь. Одну здесь. Здесь табличку. Да, на входе, на входе обязательно, конечно. Так. И далее бинокли. Далее бинокли, как я и хотел. Вот здесь. Отлично. Корзинку для донатов поставить, может быть. Для пожертвований. Как считаете? Я считаю, что, наверное, да. Так, модульные элементы. Нет, это не здесь, не здесь. Блин, птичник есть. Кстати, пишите в комментариях, можно ли разместить птичник. Так, ладно, давайте потом, на потом это оставим, короче говоря. Проблемы с электричеством у нас нет. В принципе, к площадке, наверное, можно подвести дорогу. По идее, люди туда должны подниматься, смотреть. Там, кстати, даже четыре обзорных бинокля. Ну что же, наше новое существо. Давайте посмотрим. Байрон. Выпускаем новое животное. Страшное, могучее, сильное. Грозный хищник. Байрон. Приветствую тебя. Кажется, он не любит сниматься на камерах. Ох, да. Это мощь. Мне кажется, вот это, а после парцеротерия, второй топовый элемент, который будет в нашем парке. Кстати, я могу вывести ему самку. Угу. У меня, потому что уже хватает финансов, в принципе, на донатах. Парк хорошо подниматься стал. Это радует. Это очень радует. Так, где у нас еще? Вот, видите, да, про что я говорил? То есть, смотрится даже лучше такая площадочка для смотра. Робозавры. Все, отлично. Все работает. Информация для посетителей также теперь есть. Провел две дороги. Ну, давайте приступать. Давайте, блин, да что такое? Давайте приступать к экспозиции торбозавра. Итак, его биомы, все, что ему нужно, так необходимо, мы сейчас ему настроим. Итак, что наш торбозавр любит? В принципе, можно было бы посмотреть, тут и так все указано. Итак, пустыня, водно-болотные угодья, кустарники, умеренные растительные биомы и прибрежные. Ну, достаточно очень любит воду. Вольер 100%. Экспозиция. Окей, погнали. Короче, погнали. Начнем, наверное, с воды. Начнем с воды. Ну, глубокие не будем делать водоемы. Примерно вот так. И вот так. Так, разместим где-нибудь, может быть, посередине или в начале, как думаете. Давайте посередине. Вот такое большое озеро, пускай будет посередине вольера. Ну, и с краю можно где-нибудь вот так сделать. Может быть, поглубже? Давайте чуть поглубже копнем. В середине также увеличим глубину. Даже вот такое побольше озеро сделаем. Отлично. Торбозавр уже доволен. Можно с краю. Блин, я бы, конечно, клетку вообще бы увеличил. Давайте еще маленько. Еще чуточку. Вот так. Все, отлично. Давайте теперь приступим к лесу. Я поставлю на паузу. Острые когти. Острые когти. Имел торбозавр. Говорит наш помощник. Так. Выбрать все, наверное. Это какой у нас будет биом? Пустыня. Плотность чуть меньше. Размер. Давайте вот так. Отлично. Далее. Водно-болотные угодья. Выбираем водно-болотные угодья. Также где-нибудь по краю нанесем. Отлично. Кустарники. Да, лучше выбирать плотность чуть побольше. Так. Умеренные биомы. По краю. Супер. И теперь прибрежные. Природа стопа. Сто процентов. Отлично. Во. Как думаете, так оставить? Я думаю, что это будет, наверное, самый такой топчик. В принципе, природу на сотку. Экспозиция у нас также на сотку. Воды в достатке. Я думаю, что больше, наверное, пока делать не надо. Если мы будем только по мере того расширять клетки, тогда, конечно, лучше делать больше. Итак. Что у нас по кормежке нашего торбозавра? Торбозавра, простите. Жилище-вольер. Обогащение среды. Кровавые тыквы, как всегда. Пару кровавых тыков. Почему пара? Да, потому что у нас потом будет еще и самка торбозавра. Наверное, в следующей серии. Так. Деревянная вот такая подстилка. Ну что ж, отлично. Давайте поставим. И, конечно же, плоский питатель. Да, простите. Плоский питатель. И мясо. Мясо. Супер. Супер. Найс. Ну что ж, запускаем время. Посмотрите, как у нас стали расти финансы. Я уже даже, честно, за ними не наблюдаю. Ох, балдеет, балдеет наш красавчик. А, кстати, люди подходят к клеткам? Я не вижу отсюда. Он смотрит прямо на нас. Классно. Это еще одно топовое животное нашего парка. Так, к чему я хотел вернуться под конец нашего видео, это поставить все-таки, наверное, здесь пару модулей для донатов. То бишь, для пожертвований. Кстати говоря, интересно. Вот такой вот тент ему пойдет, если поставить. Где же у нас ящики для пожертвований? Вот они. Достопримечательности нет. Не здесь готовые объекты. Да, вот. Средний ящик для пожертвований. Вот здесь вначале поставим. Вот так. Киньте на пропитание нашему. Новому существу. Торбозавру. Ну что же. Ладно. Давайте, короче говоря. Я думаю, что мы сегодня в нашей серии много чего сделали. И... И пришло время. Знаете чего? Кому-то из подписчиков попасть... В зал славы. Итак. Собственно. Давайте. Сейчас включимся, короче. Итак. А первым у нас в зал славы сегодня попадает мистер спинозавр. Слушайте его интересный комментарий. Который был еще и скрытым. Скай. Очень интересно. Смотрю. Ем печеньки с чаем. Спасибо за ролик. Жду еще стрим. Да. Надо было просто его еще развернуть. Хочу попасть в доску почета. Скай. Я знаю. Ты читаешь. Ну, мистер спинозавр. После такого ты обязательно должен попасть на нашу доску почета. Следующий у нас Хасан Нуруш. Собственно, прости, что я написал латинскими буквами. Американскими, английскими. Без разницы. Короче говоря. Твой никнейм. Просто русской раскладки здесь, к сожалению, нет. Давайте зачекаем его коммент. Смотрю с первой серии. А можно ли? Можно ли меня в зал славы, Хасан? О, прости, Хасан. Хасанчик. Тебя надо было написать, Хасан. Ну, в принципе, я могу сейчас сделать маленькую такую приписочку, если ты хочешь. И я такой подумаю. Ребят, мне очень приятно, что вы смотрите наши прохождения. Честно говоря, когда я стал снимать данные ролики при Historic Kingdom, я не ожидал, что вы настолько будете ждать эти прохождения. Потому что, в основном, наш канал как-то больше заточен под игры The Isle, The Isle of Rima, под какие-то космические темы. Ну и, собственно, я еще познакомился с достаточно хорошим интересным сообществом, которое также помогает мне продвигать наши ролики. И еще больше людей узнает о Прихисторик Kingdom, что не может быть незамечательно, согласитесь. Собственно, давайте, ладно, на этом мы с вами, друзья. Ух ты, вот такую печать можно будет поставить в дальнейшем. Давайте на этом мы наш ролик завершим. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте большой и жирный пальчик вверх, чтобы не пропускать наши новые ролики, прохождения, а также еще и стримы, да, по Прихисторик Kingdom. Угу. Все, короче, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok